так вот мы сейчас небольшое обсуждение провели значит вот мы обнаружили такие факты ставится вопрос какой является политика данного государства в этом случае сша на этот вопрос как надо отвечать надо ц�ить это политика является какой может быть или политикой дружбы или политика вражды или демократической или фашистской демократической я должен как решать я должен с вами согласовывать совместно решает собирать какие-то международные институты правильно принимать решение как ее решение для есть разные союзы международный союзы в субсид Woolf по желанию все страны правильно можно представить себе союз вы будете со мной в союзе не будете мы вас сейчас прилетим на самолетах приедем на танках и все равно будете в союзе вы согласны быть союзе говорит да согласен это союз союз но какой который держится на чем носили ночей носили на праве сильного вот утверждение права сильного как называется если если попираются международные демократические нормы здесь упор не на международные просто дело происходит международная линия если попираются демократии демократии если попирается кто может попирать демократию 2 буржуаза демократии может попирать либо рабочий класс который создает свою демократию пролетарскую правильно это революция называется. Или буржуазная демократия может попирать ещё более реакционное государство или правительство, которое уничтожает буржуазную демократию и насаждает открытую террористическую диктатуру наиболее реакционных, наиболее шовинистических кругов элементов финансового капитала. Что это такое, я зачитал, это определение фашизма. Значит, выбор у нас небольшой. Мы должны определить, это революция была там в Югославии, начиналась, или это фашизм по отношению к Югославии. Вывод остаётся один – фашизм. Тем более легко этот вывод сделать, потому что на примере Югославии это ещё не смог сделать, а ещё перед Югославией была, между прочим, деревня Сангми. Слышали такую? 50 лет назад. 50 лет назад в Сангми вошли американцы во вьетнамскую деревню, они искали партизану. Дескать, партизан не было, значит, виновата деревня. И все до единого, включая и женщин, и детей, и стариков, и молодых мужчин, всех уничтожили, застрелили. Один мальчик закрыл другого мальчика своим телом. Подошёл к нему американский военный и застрелил и того, кто сверху, и того, кто снизу. Всех убили. На беду американцев оказался там, среди той группы военных, которая пришла, оказался фотограф. И этот фотограф зафиксировал и наутро, когда решили, что надо вообще-то эти снимки-то куда-нибудь спрятать, а уже он опубликовал их. И поэтому трагедия Сангми стала известной международной общественности. Что это было? Значит, существует, если там была война, там была война США с Вьетнамом, социалистическим, то есть даже для войн существуют определённые правила. А именно какие? Как называется просто убийство мирных граждан? Это что? Военные преступления. Какое это военное преступление? Не имеющее сроков, давности. Вот это вот правило ведения войн, это что же? Это международные правила. Демократические. Потому что они приняты государствами. По согласию. Так? Это демократические правила ведения войн, которые не исключают войны, но и войны не должны превращаться в кровавую бойню, не должны превращаться в убийство мирных граждан. Между прочим, если вы будете сравнивать потери Советского Союза и Германии в Великую Отечественную войну, в мировую войну, у нас намного больше потерь. Почему? Потому что наши солдаты сражались с немецкими солдатами, и убили немецких солдат столько же, сколько немцы убили наших солдат. Примерно. А разница в потерях только в мирных жителях. Потому что наши солдаты мирных жителей не убивали, а немецкие солдаты убивали в соответствии с фашистской политикой, сжигали, уничтожали. Поэтому мы потеряли 27 миллионов граждан, а Германия около 9, и у нас около 9 военных погибли. Вот такая картина. Это разные вещи. То есть вот есть определенные демократические выработные правила, и есть политика. Мы же политику разбираем. Фашистская. Мы должны знать, что такое фашистская политика, усвоить должны или нет? Фашистская политика не значит, что она перестает быть буржуазной. Она не только не перестает. Она тоже та же самая диктатура буржуазии, но игнорирующая всякие нормы буржуазной демократии. Буржуазная демократия. Не советская, не социалистическая. Буржуазная демократия. Вот если, скажем, задумали капиталисты буржуазии вас убить, они вот не могут взять и сразу застрелить. Мы должны сделать какой-нибудь суд из троих человек. Вот трое сидят. Они сидят. Вы будете защитником его. Но хоть какого не защищать, я буду обвинителем. Как вы думаете, что будет? Сначала будет суд. Он будет доказывать, вы будете защищать, я буду. Все будет к чинно-мирно. Потом раз. Но зачем это нужно современному империалистическому капиталу финансовому? Он же все, вот когда выдает кредиты, вот если я ему хочу кредит выдать, я все выверну его наизнанку. Какие у него доходы, какие у него он раньше брал, история кредитная, все. Полностью буду знать, кто ему может дать еще кредит, кто-то еще может дать и так далее. То есть для современного финансового капитала вот эта настройка вся, с этой буржатой демократии, президенты, премьеры, это все не надо. Нашему банку и так ясно, что с вами делать. Ясно нашему банку. С вами все. Ничего с вами не будем. Вот его будем душить. Вот в чем, надо понять, в чем смысл фашизма. Что это просто другая форма осуществления диктатуры буржуазии. Мы с вами изучаем сейчас политические вопросы. Политика у нас тема. У нас сначала было определение политики, сейчас политический спектр. Вот мы рассматривали разные партии, как партии классов. А теперь мы берем партии, которые вроде к одному классу относятся, или действия, или политику одного и того же класса, но разную. Мы должны понимать, или историки должны понимать у нас безошибочно определять, где фашизм, а где не фашизм. Буржуазная политика может быть фашистской и не фашистской. Вот буржуазная политика Америки по отношению к гитлеровской Германии фашистской была или нет, или демократической. Фашистская была? Ну, американцы пришли на немецкую территорию и стали убивать немецких солдат. Было такое? Да. Бомбили Дрезден? Да. Это фашизм? Нет. Ну, так, значит, вопрос не в том, не просто в применении силы, а вопрос в том, это прошло через то, чем хвалилась буржуазия с момента утверждения своей буржуазной революции, что мы утвердили буржуазную демократию. Утвердили. Исследуйте ей. И пока вы ей следуете, это не фашизм. А когда вы начинаете убивать собственную демократию, это фашизм. При этом диктатура буржуазии никуда не девается. Хоть так, хоть этак. Результат может быть тот же самый. Но, как показала история, она показала даже самой буржуазии, что не для всех категорий буржуазии приемлема фашистская форма буржуазной диктатуры. Почему? Потому что вот появится какой-нибудь фюрер, он бесконтрольный, и он начнет действовать так, что он приведет страну к гибели, и эту самую буржуазию к гибели. Ну, здорово, выиграла немецкая буржуазия от этой самой, от фашистской политики Гитлера. Или нет, или проиграла. А Гитлер, говорит, пришел демократическим путем. А потом пришел демократическим путем к власти. Так, президент ему назначил правительство, соответственно, по итогам выборов. А он установил фашистскую диктатуру. А до этого тоже диктатура, но никак не фашистская. А диктатуру буржуазии в демократических формах. Сначала голосовали. Вот если мы с ним проголосовали, потом вас убили, это демократия. А если мы сразу вас убили, это фашизм. Видите разницу, нет? Видите. А в чем разница? Пока мы с ним голосовали, вы раз-раз и туда бочком, и в Китай. Потому что мы начали спорить, да и эти начали с нами обсуждать, потом тот край начал спорить. Вы вообще про вас забыли пока. И когда мы решили уже решать все с вами, смотрим, а вас нет. Куда делись? В чем разница? Важно, существенно или несущественно? Форма содержательная или нет? Нет. Форма содержательная или нет? Что учит диалектика? Как нет? Так, содрать с него кожу. Ему форма не задержательна. Форма – это часть содержательная. Да, форма содержательная. Содержание оформлено. Содержание оформлено, а форма содержательна. А если содержание не оформлено, это бесформенно, безобразно, безобразно, безобразно. Вот все знают, что у каждого здесь присутствующие есть кишки. Не надо показывать. не надо это вот показывать. Мало ли чего есть. Ну что же? Как это вот? То есть, это уже диалектика. Это надо знать, такие вещи. Поэтому, когда мы обсуждаем фашизм и демократию, это только форма. Форма. Диктатура буржуазии остается, но это разная. Это форма существенная. И в полном союзе Советского Союза, в котором диктатура патриата и пролетарская демократия была, и демократических государств, победивших, то есть Англии, Соединенных Штатов Америки, состоялся Нюрнбергский процесс, который признал фашизм «Человека-ненавистнической политикой». Человека-ненавистнической. Вот я сюда прихожу и рассказываю с позиции Нюрнбергского процесса, что происходит. Появляется один пособник фашизма, второй пособник фашизма. Так может, нам второй Нюрнбергский процесс организовать? Над пособниками фашизма? А как еще иначе? Это вот была такая практика, вот Сталин выступал, говорит, он боролся, когда с правым уклоном партия боролась, с правым уклоном ВКПБ. Оказалось очень много людей, которые защищали их, этих уклонистов. Если бы они их защитили, провалился бы Советский Союз и проиграл бы Великую Отечественную войну. И вот Сталин говорил, что надо бороться а. с правым уклоном, и б. с примиренчеством к нему. Вот вы меня в примиренчестве к фашизму не обвините, потому что я вот на него напал, на вас напал. Я уже все, я вышел из тех, из примиренцев. А с вами не знаю, что будет. А фашизм может существовать в других формах? Нет. Определение не может быть. А если... Это политиковая, одна из форм буржуазной диктатуры. У нас фашизма, можем с вами даже перечислить, какой был. Вот это не так много. Сначала фашизм появился в Италии. Фашизм, которым какой-то очень важный фашизм, это по определению Димитрова и по определению 7-го конгресса Коминтерна, это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шиневистических элементов финансового капитала. А финансовый капитал – это банковский, сращенный, с промышленным. И вот фашизм появился в Италии. Вот тот фашизм, в котором особо усилена вот эта сторона, что это шовинистических элементов. Шовинистических. Шовинизм – это что такое? Знаешь, что такое шовинизм? Нет? Один народ считает себя самым лучшим. Ну, самым лучшим – и хорошо. Ваш народ считает себя самым лучшим. А я считаю самым лучшим русский народ. Что плохого? Они считают других народов самым низким и массовым выничтожением других народов. Ну, это уже ближе, да. То есть шовинизм – это национальная ненависть. Одно дело – я люблю свою страну. Ну, и люби на здоровье. Странно было бы. Я сейчас вас агитирую. Не любите Китай. Любите Корею, Индию или Ибракавию. Странно было бы, да? А шовинизм – это значит «любляю русский народ, а вас ненавижу!» Вот это шовинизм. Прийди по наеду тут. Вот что такое шовинизм. Скажите, пожалуйста, вот этот шовинизм по отношению к другим народам, если он присутствует как сторона фашистской политики, он называется нацизмом. Нацизм был итальянский? Нет. Фашизм был? Первый фашизм, который был, итальянский. Нацизма итальянского не было. Так, теперь у нас есть два вида политики – внутренняя и внешняя. Фашизм итальянский проводился и внутри, и вовне. И внутри демократические инструменты были заменены инструментами открытой террористической диктатуры, и вовне. Германию берем. Там фашизм был и внутренний, и внешний. И во внутренней политике, и во внешней. Нацизм был? Был. Проповедь расовой теории. Уничтожение целых стран и народов, и так далее. Следующий фашизм, который мы знаем – Франко. Знаете фашизм? В Испании. Там что, был нацизм? Нет. Что говорили? Испанцы – это вот белая раса, а вы в чёрном, вы чёрная раса. У нас не должно быть. Был такой испанский нацизм? Нацизм не было. Рядом был режим Салазара, португальский фашизм. Там тоже, что ли, был этот нацизм? Не было никого нацизма. Фашизм был, нацизма не было. Некоторые у нас вот не знают, они просто повторяют нацизм, фашизм – это всё. Дурак, нацизм, фашист – это и ругательство. Как угодно. Это же не ругательство. Это же мы даём политические оценки. Так просто? Нельзя это делать. Берём Чили, Пиночета режим. Он нацист. Чилийцы только. Чилийская раса одна. Самая светлая раса, все остальные – никто. Не было такого. Не было. Значит, это не нацизм, но фашизм. Ещё какой фашизм мы знаем? Фашизм. Греческих полковников. Чёрных полковников режим в Греции был. Они сказали, мы вот единственные греки только, а все остальные – никто. Не было такого. То есть нацизма мы нашли с вами сейчас? Один? Один? Один. Один. Немецкий. А теперь есть второй – американский. Американский является фашизмом и нацизмом. Почему? Вот если я скажу, что ваша страна – изгой, это что такое? Говорят это так, американцы? Да. Что такое страна – изгои? Вот если я вас объявляю изгоем, вы не приходите ко мне даже на экзамен. Потому что вам заранее единица. Ну, если изгой – это кто такой? Это вне цивилизованных народов. Ну, как бы его нет, но руки не дошли просто совсем задушить. Ну, так? Что значит страну объявить изгоем? Это спокойно говорится. На международной арене выступают официальные лица Соединённых Штатов Америки. Говорят, это страны – изгои. Какие страны – изгои? Про КНДР говорили, что страны – изгои? Да. Про Россию говорили? Да. Про Иран говорили? Да это вообще никакой Америки и Соединённых Штатов не было, когда была Персия. Это старинное государство. Ну, с Ираком могут только соревноваться. А тут, видите ли, это страна – изгои. И кто вы такие говорите – изгои? Это нацизм. Поэтому у нас есть и американский фашизм в современном мире, и нацизм. И больше, кроме немецкого и американского нацизма, нету нацизма ни в одном. Мы перебрали все виды фашизма, какие только были. Фашизм – это редкость. А если в древнее время тоже было? В древнее время не может быть никакого фашизма по той простой причине, что никакого не было финансового капитала. Это фашизм начинается с эпохи империализма. А если там тоже было массовое убийство? Вот так и называете – массовое убийство. Если вас на кол посадили, то это неприятно. Но это не фашизм. А если взяли из этих самых, из трупов вытопили масло, этим маслом поливали тех, кто лезет на крепостные стены. Было это? Было. Ну, не надо это… Это не зверство. Мы не говорим, что это плохо или это зверство. Мы оцениваем политику. Мы чем занимаемся, товарищи, историки с вами? Мы политикой занимаемся или нет? Или вы будете доказывать, что если вас ударит, мне будет больно? Ну, это всем ясно, как божий день. Мы не о зверствах говорим. А если у химических атаки были в Первую мировую войну? Были. Ну, разве этим характеризуется фашизм? Этим он не особенно характеризуется. Вот не были во Вторую мировую войну. Не было химических атак. Появился фашизм. А в Первую мировую войну травили. Травили химическими веществами. А фашизма не было. Вам нравится, когда вас травят химическими веществами? Нет. Ну, так о чем? А мне не нравится, если меня поставят на кол. Не нравится мне. Ну, что я вот, как говорят, мне не нравится, я скажу. Это фашизм, вы меня поставили на кол. Ну, что это такое? Или руки отрубали. Отрубали руки тем, кто ворует? Тоже скажете фашизм? Ну, как-то это несерьезно. То есть надо... Кто такой художник, говорил Аркадий Райкин? Это такой человек, который берет нужную к яску и клядет его в нужное место. То есть вы берете нужные понятия и применяете к нужному процессу и явлению. Если мы хотим получить отчетливое понимание или представление о политическом спектре, мы должны научиться правильно применять политические понятия. Вот для того, чтобы их правильно применять, что мы сделали? Взяли определение фашизма и стали применять его. То есть подходит под определение фашизма, то это фашизм. Не подходит, то это не фашизм. Внутренняя политика Соединенных Штатов Америки подходит под определение фашизма? Нет. Нет. А внешне подходит? Подходит. Значит, у них фашизм во внешней политике. А если у них фашизм во внешней политике? Он вырабатывается, что выезжает на какой-нибудь острова Трамп со своими советниками, или вырабатывает внутри, в США? Значит, раз вырабатывают внутри, вот Гегель говорил, что то, что внешне, то и внутренне. Вы посмотрите на свою кожу изнутри. Представьте себе, уж не будем с вас её снимать, но вы внутренним взором так представьте себе, она же и внутренняя у вас кожа. Она вот с этой стороны внешняя, а с той стороны она у вас внутренняя кожа. Поэтому если вы вырабатываете фашистскую внешнюю политику, и внутренняя ваша политика, есть прикрытие фашистской политики. И тогда у вас получается такая картина, как у бандита. Они совместно решили, вот совместно, вот давайте мы втроём решим своим общаком и пойдём их убивать. Это что будет? Вот у нас тут демократически будет, сейчас голосовать будем. А потом пойдём убивать, уничтожать и так далее. Вот они там, голоса в Конгрессе есть, но не надо было это делать, не надо было делать удар по Сирии. Отдельные голоса. То есть там демократия внутри. То есть тот, кто проводит фашистскую политику, сейчас внутри себя демократически вырабатывает её цели, направление этой фашистской политики на международной арене. Так? Так. Это президент, его избирали, он демократически избран. Он от имени теперь народа выступает. От имени чего? Американского народа выступает человек, проводящий фашистскую политику. Ну, американскому народу мы должны доложить, что ваш президент проводит фашистскую политику на международной арене. Или нет, или не будем это докладывать. Или будем рассказывать, что есть вот какие-то... У всех есть недостатки, на кого мы напали. Есть тут люди без недостатков? А то я сейчас собираюсь тех, у кого есть недостатки, уничтожать. Так, у всех, у кого нет недостатков, выходи. Никто не вышел. Ну, тогда могу нападать на каждого. То есть вот надо понять такую вещь, что если мы хотим оценить какое-нибудь нападение, то это не значит, что мы должны искать недостатки у жертвы. У жертвы всегда есть. Всегда есть предлог, который позволяет мне тогда за него зацепиться. Вот если я баранчика съел, потому что плохой баранчик, я хорошего баранчика оставил, а этот плохо пасся. Ну вот, и мы получили вот такой очень важный, актуальный вывод о том. Поэтому страны, которые понимают, что происходит, они начинают сколачивать. Какой союз? Фактически антифашистский блок. Вот это вот то, о чем я рассказывал в совещании в Пекине. Никто там, конечно, не говорит, это антифашистский блок. Есть другие люди, которые это говорят. Вот, скажем, в дипломатии существует такой прием. Сами дипломаты говорят, это нехорошо. Потом выступает какой-нибудь профессор в каком-нибудь университете и рассказывает, что это было. Это нормально для дипломатии? Нормально. Потом то, что он рассказывает, широко обнародуется. А кто говорит, у вас вон такое, такое оставляет. Ну, значит, вы так себя вели, что уже целые тут люди уже выступают у нас, рассказывают про вас. Так, это нормально. Это всегда. В политике я скажу, здравствуйте, мы вас очень уважаем. А там, значит, пишут, что она такая, такая, она проводит не ту политику. Ну, боже упаси, я ворозь такое скажу. Вы всех всегда прекрасно выглядите. Все, что я сказал. То есть мы зашли в такую сферу политика. Она, политика, имеет всякие звенья, имеет всякие посредственные, дипломаты, у них свой дипломатический язык. Правильно? Мы прекрасно понимаем, что если идет, наступает борьба с фашизмом, то вот заключается, допустим, мирный договор, а не нападений. Зачем он заключается? Чтобы обвинить того, кто нападет, а не потому, что те, кто его заключает, такие дураки, что думают, что не будет нападения. Вы что думаете, Сталин не знал, что будет нападение, да, Гитлера? Не знал. Ну, знал. Ну, а зачем договорное нападение? Потом, чтобы можно было сказать, что вероломно напали. Вероломно напали. Мы им поверили, как бы. Но если на самом деле бы Сталин поверил, он бы не Сталин был. В это время мы перешли с 7-часового на 8-часовой рабочий день перед войной. И во всю разрабатывали военную технику, причем, как пишут конструктора военной техники, если вы не успели в серию ввести до войны, во время войны новое какое-то вооружение невозможно поставить на поток. У нас все виды вооружений, которые использовались в войне, и у нас, и в Германии, были поставлены на поток до войны. С какой только разницей. Пока Гитлер захватывал, проглатывал европейские страны, он что делал? Он подключал к военному производству все новые ресурсы. Вот наши люди, которые сейчас в Европе говорят про Россию, она и такая, она и сякая, это те люди, которые включились во всю гитлеровскую военную машину, производили вооружение для уничтожения советских людей. В том числе Чехословакия делала башни для танков немецких. Другие, в других странах делали оружие, патроны и прочее, и все ресурсы этих стран были использованы для борьбы с Советским Союзом, для уничтожения советских людей. А сами они с Гитлером не боролись. Кто боролся? Игославия боролась. Вы из всех стран европейских назовёте только одну страну, которая боролась с фашизмом. Игославия самостоятельно. А все остальные... Ну, скажите, кто боролся ещё, кроме Югославии? И это факт. Болгария, Словакия... Болгария была в фашистском блоке. Что вы говорите? Что? Партизанские движения. Ну, партизанские. Я спрашиваю про страну, а вы его партизанское движение. Вы, может, у вас... Вы мне какую-то ерунду говорите, а у вас в душе противоположное движение в мою пользу. Французское правительство. Вам нет. Ну, это разные же вещи. Я спрашиваю, какая страна... Как вы так привыкли оперировать? Вот логика есть какая-то? Какая страна, я спрашиваю. Партизанское движение – это страна? Вы различаете страну и партизанское движение. Какая страна ещё, кроме Югославии, боролась в Европе с фашизмом? Ну, кроме Советского Союза. Англия, конечно, боролась с фашизмом. Ну, Англия, да. И французское правительство вам. Всё? А? Французское правительство вам. Ну, это правительство. Нет уже, той страны не было уже. Она страна была под пятой. Когда на неё напали, когда она всё сдала, линию у жено сдала, никакого сопротивления не оказывалось серьёзного. После этого... Вы можете назвать Францию, что она серьёзно боролась с немцами? Вот единственный, кто мог серьёзно бороться – Англия и Франция. Англия и боролась, а Франции нет. Ну, это разве борьба? Она всё поддавала. Города открывала специально, открывала, чтобы заходили. Если только нас не трогать, они их и не трогали. Давайте теперь работайте на уничтожение Советского Союза и советских граждан. Поэтому нас сейчас получают те люди, на руках у которых кровь советских людей. Это они до вас не дошли, а до нас зашли. Мы, может быть, раньше бы помогли Китаю. Кто разгромил Квантунскую армию? Кто? Япония? Кто? Ну, кто? Советский Союз. Так мы задержались где? В Европе. А почему задержались? Спасибо Франции, спасибо Болгарии, Румынии, вот всем этим странам, которые всё поддавали. И вошли в этот самый блок вместе с Германией фашистской и выступали против Советского Союза. Но не активничали так сильно. Но ресурсы-то все были поставлены на нужды фашистской военной машины. Пособники фашизма они, все пособники фашизма, вся эта Европа, кроме Югославии. И вот именно на эту страну, на Югославию, со ссылкой на то, что где-то, а вот у вас что-то, я нашёл у вас недостаток. Надо его уничтожить. Зачем нам люди с недостатками? Что у нас нет без недостатков? Что-то вы не поддерживаете мою идею. Вы что, антифашист, что ли? Я чувствую, что вы антифашист. Вот такая картина получается. Интересная картина получается. А почему мы сейчас о ней говорим? Потому что это суперактуально сейчас. Ну вот как вы себе представляете, после Ливии, вот если бы Россия не выступила в поддержку сирийского правительства. Кстати, вы в курсе дела, что какая партия правящая в Сирии? БААС. А что, социалистическое возрождение? А что там есть блок, куда входит и Кумпартия? Знаете? А я знаю. Входит и Кумпартия сирийская туда, в этот блок. Ну и что бы сделали, что бы произошло с Сирией, если бы не поддержка России? Да то же самое, что с Ливией. Но не только не в таких масштабах, а в гораздо больших, правильно? Более сильная страна. А теперь дальше. А куда бы дальше двинулась эта ИГИЛ? После Сирии. Ну куда, как вы думаете? Мы очень хорошо представляем, куда бы оно там. Да, туда, на север, на Кавказ, Средний Азиат. Там, где есть мусульманские верующие и так далее. То есть это страшная опасность. Так, а на Украине что было с избранным президентом? Но Януковичем он избран был. Вам нравится Янукович? Я не знаю. Что, не знаете? А я знаю. Мне он не нравится. Потому что он и туда, и сюда. Но он избран, и демократически избран на Украине. Украина какая страна? Буржуазная была. Потому что до этого там были и другие буржуазные президенты. Так? Там была оранжевая революция. Там была ориентация в значительной мере уже на Запад, на Соединенные Штаты Америки. Но! Ну, как-то они... Что такие фашисты? Они не хотят связывать себя процедурами. Дескать, давайте, вложим еще 5 миллиардов, вложили в эту контрреволюцию, или в эти события на Украине. Ну, еще бы вложили 5 миллиардов, выиграли бы демократическим путем. И, пожалуйста, действуйте. Они же устроили военный переворот и гонялись за президентом, гнались за ним, а он на машине ехал. И прилетели российские вертолеты, группа. Значит, взяли его и увезли в Ростов-на-Дону. И поэтому законно избранный президент проживает, Украина, и проживает сейчас в Ростове-на-Дону. А как называется уничтожение закона избранной власти? Как? Какая революция? А? Революция. Какая революция? Революция – это когда вперед ее движение. Какая революция? Государственный переворот. А мы с вами определение давали открытая террористическая диктатура. Террор же начался на Украине. И вот на волне этого террора произошел переворот. Кто организовал? Американцы же организовали? Или прямо вот там украинцы собрались и организовали? Украинцы. Вы верите, да? Я не верю. То есть мне вы говорите то, во что вы не верите, а себе говорите то, во что вы верите. Понял. Будем учитывать вашу особенность. Нет доказательств. А? Нет доказательств. Таких нет доказательств. Просто я вам рассказываю всем известно. Документально все это известно. Об этом рассказывал наш президент. Всем известно, что была группа, она прилетела, вертолетная, которая увезла этого Януковича. Всем известно, что он гнался. Фильм есть соответствующий. Документы же? Все это документы, да. Все это документально. А если у вас есть желание поизучать более документально, это встретиться с большим интересом, встретиться в Китае. Изучайте, соберите документы. Я вам как бы фабула изложил, а вы документы подберите. Если вы найдете там документы привыкающие, я очень прошу меня сообщить. Мне это будет тоже интересно, откуда они взялись, что за документы. То есть, вот мы рассматриваем, скажем, если мы рассматривали раньше какие-то категории, вот мы рассматривали одну, вторую, третью категории. Вот мы дошли до категории политики. Перед этим были классы, государства. Вот мы дошли уже до разных форм. Уже какое? Мы рассматриваем формы буржуазного государства и формы буржуазной политики. В буржуазной политике обнаружилось две формы всего. Фашистская и буржуазно-демократическое государство. У диктатуры буржуазии есть только две формы. Причём из этих двух форм наиболее предпочтительным внутри страны, как выяснилось, является буржуазия буржуазная демократия. А как сейчас в современном мире, для тех, кто составляет группу империалистических пищников, таких как США и её сателлиты, наиболее предпочтительным является уже фашистская форма этой диктатуры. Фашистская форма – это диктатура. Ну, я должен сказать, что вот у наших дипломатов, кстати, такого ясного понимания нет, они вот похожи, как здесь присутствующие некоторые товарищи, немножко плавают ещё в этих вопросах. Например, Захарова, которая выступает от имени министерства Хавилова, это говорит «за грани понимания». Это что значит «за грани понимания»? Значит, не может выразить в понятиях. А в каких понятиях надо выражать? Вот я выражаю это в тех понятиях, которых надо выразить. То есть понятие фашизма. Оно это объясняет, эту политику, вполне, и до конца. Понятие диктатуры в Бургазии, что она в разных формах бывает. И что, если это такие понятия употреблять, то тогда придётся дипломатии США обороняться. А сейчас получается такая картина, что страна, которая обладает самым большим запасом химического оружия, которая не собирается уничтожать до 2023 года, обвиняет во всех, так сказать, грехах те страны, которые уничтожили химическое оружие, делает соответствующие провокации, как это она обычно делала. Это мы уже знаем, что каждый раз были такие провокации. А в это время те люди, которые должны защищаться, что нужно делать? Самое лучшее оружие – это нападение, в том числе и в дипломатии. Вот я сюда на вас скажу, что вы фашисты, вы будете доказывать, что вы не фашисты, будете отмываться. А если я скажу, вот, вы что-то не то делаете, а вы скажете, а вы, Миколаевич, фашисты. Я скажу, нет, я не фашист. И половина подумает, что я фашист. Это же понятное дело. Даже в суде, вот есть суд, судят, скажем, если мы суд будем делать, да, вот вы уже у нас договорились, что вы защитницы, а я буду прокурором. Вот я вас обвиню, и вы будете со своим адвокатом долго-долго это оправдываться. А они будут решать. Они мои друзья. Ну а разве трибунал по богославии создан? Бывший. Кто его создал? Ну, те, кто победили, те и создали. Кто они такие, создавать трибунал? Это что, его Совет Безопасности создал? Нет. Ну, давайте, вот у вас деньги есть, давайте соберем, с них соберем деньги, создадим трибунал, будем судить. Работа хорошая. Будем судить. С вас начнем. Но если денег предложите много, то, может, не с вас. А деньги нам в карманы не пойдут. Они пойдут официально на помощь этому трибуналу, а нам просто повышена будет зарплата. Три-пять раз. И все. Нормально будет, красиво будет выглядеть. Мы же бескорыстно жили. Но надо, чтобы это на уровне было все поставлено. Ну вот что там они учинили? То есть придумали какой-то орган, который никто его не утверждал, никто его не формировал. Кто они такие, формировать трибунал по бывшей Югославии? То есть прилетели, уничтожили Югославию и создали трибунал. Еще трибунал создали, суд, где тех людей, кто боролся против их нашествия, и судят, и приговаривают. То есть фашизм еще с особым цинизмом это делает. Вот это диктатура такая, открытая, террористическая диктатура. Вот Болгария собиралась нитку газопровода провести через Болгарию. Дядя Сэм сказал, не надо через Болгарию нитку газопровода. И не стали проводить все. Очень просто. А почему не стали? А потому что посмотрели на Ливию, на Ирак. Вам нравятся такие приключения? Не нравятся такие приключения. Вот и все. Я был на круглом столе по фашизму в Греции. И выступал последним. И вот все рассказывают, что происходит фашизм в Европе. А кто это делает? Не говорят. А почему? Боятся. Все представители всех этих маленьких стран, европейских, там Голландия, Бельгия, Люксембург, Испания, Португалия, Греция, ну что они могут против Соединенных Штатов Америки? Скажите, пожалуйста, ну что они могут? Тем более в Европе находится штаб НАТО. Все эти вооружения, вооруженные силы НАТО находятся под командами Соединенных Штатов Америки. Вот какая страна может выступить против фашизма в Европе? Какая? Только Россия. И только в силу истории своей. Энгельс писал, что России нельзя победить. Большая слишком страна, великая. Нельзя победить. А территория тут очень свеча. Тут начинаешь побежать, а там начинается организовываться, там, в другом конце. Но Китай-то поможет нам, если что, в борьбе с фашизмом? Как вы считаете? Или мы поможем Китаю в борьбе с фашизмом? Во всяком случае, вот на последнем голосовании по резолюции, которую предложила Россия, Китай проголосовал за. И еще одна латиноамериканская страна. Вот три. Три государства проголосовало. Венесуэла, Куба и еще больше. Венесуэла, Куба и? Боливия и Штайбарма. Ну да, что-то в этом роде. Да, еще, значит, три даже государства. Вот так. Ну это непонятно, что эти государства, Великобритания и США имеют право вето, поэтому их голосами не возьмешь. Поэтому весь смысл голосования в Совете Безопасности, если вот какое-то такое явное нарушение демократии международной, то если достигнуто согласие в Совете Безопасности, может быть применена сила со стороны Организации Веденных Наций. Вот тогда это тот случай, когда демократия позволяет буржуазной, международной применить силу. У никаких других нет вариантов. А зачем вам это выяснять? Почему удар по Сирии был нанесен в тот же день, в который приезжала только еще комиссия ОСХО, Организация по запрещению химического оружия, приезжала в этот день, и она задержалась из этого на день. Ну а теперь представьте себе вот этих товарищей, граждан и господ, которые от этого ОСХО приехали в Сирию. Вот вы подумайте насчет вот вашего этого поведения в этой комиссии, если вы приехали. И вы подумаете, и вы подумаете. Вот представьте, вы там сидите. А что американцы делают с теми, кто вот так вот голосует не в пользу американцев? Не знаете? Не знаете? А что вы не знаете, что вот наш Березовский дружок и духовник Ельцина повесился на шарфе? Сам? Что это в Великобритании такая страна, где или вешаются там, или погибают от каких-то, или от радиоактивных элементов, или погибают от химических. И в чем дело? Да что за страна такая? Вот так не будет с вами, если вы проголосуете, выступать будете против американского фашизма? Не будет с вами? Вот я ощутил там атмосферу такую. Все представители этих стран, они говорят об этих зверствах, об этих ненормальных, указывать на источник, боятся. И я думаю, они настолько уже запугались, что некоторые товарищи и здесь, когда ставится вопрос об оценке политики США, начинают рассказывать, какая плохая его отлавие. Вот так обстоит дело. Так, значит, что еще? Значит, если мы... Значит, мы рассмотрели вопрос о политике, в которой, конечно, участвуют политические партии, и я думаю, вот, скажем, политика России тоже формируется в данном случае, прежде всего, буржуазными партиями. Значит, буржуазные партии могут проводить... В целом, политика буржуазных партий какая? Реакционная. Правильно? Означает ли это, что по каким-то направлениям могут быть выступления против еще более реакционной политики? Может быть? Может быть. Вот это имеет место. Теперь есть такое понятие, как партийная программа. Очень важная. Это очень важный документ. Что такое партийная программа? Это не такой документ, который может меняться на каждом съезде, а который как бы представляет собой последовательность действий, которые должен совершить класс под руководством этой партии в своей борьбе классовой. И когда пересматривается программа с этой точки зрения, когда вот эти действия совершены, в частности, когда большевики пересмотрели программу партии. После не так они сделали, что если не получается социалистическая революция, то они собрались бы весной 17-го года сказать, давайте откажемся от социалистической революции, что-то не получается. И пересмотрели программу. Нет. А вот когда совершилась социалистическая революция, тогда собрались и сказали, ну, теперь мы эту задачу, программу минимум решили, давайте теперь поставим задачу о том, чтобы построить коммунизм в первой фазе, то есть социализм. И составили программу РКПБ. Вот товарищ Сталин, все говорят, что он великий, что он крупный государственный деятель. Он пересматривал программу партии? На 19-м, на 8-м съезде в 19-м году была утверждена программа РКПБ. Эта программа пересматривалась при Сталине? Нет. А почему? Потому что Сталин, как и другие коммунисты настоящие, понимали программу, что она существует не для прикрытия каких-то отступлений, а её надо выполнять. И шло выполнение программы. Состоялась победа социализма. То есть построено коммунистическое общество в первой фазе. И вот этим, тем самым, создались условия для рассмотрения другой программы. Но вот Сталин умер, а вот те, кто встали на его место, вместо той программы, которая бы продолжала прежнюю и продолжала бы движение уже теперь к полному коммунизму, вместо этого получилась программа, в которой присутствовал отказ от диктатуры политориата, от целей социалистического производства, отказ от понимания социализма как непосредственно общественного хозяйства, а дальше пошло движение на рынок и превращение государства из государства диктатуры политориата в государство диктатуры буржуазии. Вот что произошло. А вот то, что называлось деполитизацией при Ельцине, это переполитизация. То есть было такое время, когда не было вроде новых политических партий. Самая первая политическая партия, которая была зарегистрирована после контрреволюции в СССР, это была РКРП, Российская Коммунистическая Рабочая Партия. И при Ельцине её зарегистрировали. Потом быстренько сколотили вот не единую Россию, сначала же была другая. Наш Дом – Россия и вторая партия – Отечество. Потом вот эти две партии соединились и создали единую Россию. Плюс партия, которая называется Социалисты Рюсс, эти самые СССР, Справедливая Россия. А ЛДПР – это такая заготовка на случай разных событий, которая называется таким образом, что вот японцы должны поддерживать, потому что там правящая партия, либеральная демократическая партия Японии. Так что вполне может Жириновский просить у японцев денежки на строительство своей партии. И что можно сказать про программы буржуазных партий? Задача программ буржуазных партий – скрывать, что они собираются делать. Ну, в чём смысл деятельности буржуазии? Сохранять капитализм, сохранять эксплуатацию. Стоит это писать в программе? Не стоит. Вы видели хоть одну буржуазную программу? Я не видел. Единую Россию раздают. Нет денег у них. Для того, чтобы опубликовать программу? Есть. Они публикуют все программы по закону о политических партиях. Все программы в российской газете. Там такой кусочек дают, и там несколько слов о программе пишется. И мне при... Я вот тоже участвовал в учреждении партии труда. Я написал программу партии труда. Её тоже напечатали в российской газете. Ну, она... Вы видели, как издаётся российская газета? Когда там публикуют мелким шрифтом всё. Ни за что не прочтёшь. Ну, опубликованы. Единая Россия публикует программу? Нет. Справедливая Россия читали, зато была брошюрка. Предвыборная программа Справедливой России. Яркая такая, жёлто-красная. И мелко-мелко написано проект. А тираж около миллиона. Но проект. А не проект. Можно прочитать? И не предвыборная программа, а программа партии Справедливой России. Вы видели его? Я не видел. А программу ЛДПРов читали? Тоже не читали. Это же самое главное. А то у нас ЛДПР, Жириновский, лидер. А программа? Это очень интересно. Если бы этим занялся, было бы очень здорово. Хорошая задача для историков разобраться в программах о документах существующих политических партий. Кроме того, каждая партия имеет устав. И если брать уставы существующих партий, они, во-первых, не обязательны для регистрации. Но в этих уставах написано, ну, как функционирует партия. Вернее, эти уставы, я неправильно сказал, они представляются на регистрацию. Ну, никаких особенных требований к этим уставам нет. А что там есть? Общие нормы, голосование, рассмотрение, обсуждение, выборные органы и ликвидация этой самой политической партии. И всё. Есть закон о политических партиях у нас. Тоже интересный закон, характерный для буржуазного строя. те партии, которые на выборах набрали более трёх процентов и прошли в парламент. Получает 159 рублей за каждый голос, поданный на выборах. Если миллион голосов подано, 159 миллионов государство даёт для финансирования этой партии. Поэтому около 2 миллиона значит уже не 159 миллионов, а 318 и так далее. То есть, таким образом, законным путём буржуазное государство финансирует правящие буржуазные партии. Ну и КПРФ тоже получает немалую сумму. Теперь есть такое понятие, как политические деятели. Кто такие политические деятели? Вот если человек занимается политикой, он политический деятель или нет? Он политический, но не деятель. Потому что, чтобы он был политическим деятелем, значит, он должен иметь серьёзное политическое влияние. На какое количество людей? А? Большое. Ну что, значит, большое вам? Три? На три человека? На трёх человек? Нет. На четырёх. Ну на сколько? Ну что-нибудь большое? Вот сказали. Что-то близенько, низенько. Где? Сколько это? Большое это? Достаточно. Кому достаточно? Вот вы политические деятели или нет? Как же не политические? Приехали из далёкого Китая, то занимайтесь политикой, пропагандируйте. Разные вещи всякие пропагандируйте. Иногда удачно, да неудачно. У меня нет политических. Веса нет у вас? Нет. Ну набирайте. Так. Так вот, а политика с какого количества начинается людей? Ленин на эту тему писал. А? Десять. Что десять? Штук? Человек? Нет. С миллионов. Политика начинается с миллионов. Вот политические деятели – это тот человек, который распространяет своё влияние на уже миллионы. Как политический выступает, с определённой политической позицией. И если он последовательно не выступает, он никогда не соберёт такого влияния. Правильно? То есть только определённое проведение какой-то очень чёткой политической линии оно создаёт соответствующий политический авторитет. У Энгельса есть статья об авторитете, где он говорит, что обычно и в экономической, и в политической жизни высока роль авторитета. То есть когда допустим, распоряжением или волей того или иного лица люди подчиняются не в силу того, что он доказал, а в силу того, что история его действий показала, что он сплошь и рядом оказывается в таких серьёзных вопросах прав. И он заработал соответствующий авторитет. Ленин в книге «Детская болезнь ливизны в коммунизме» рассказывает для представителей других партий, что в каждой партии есть какая-то группа вождей у каждого класса, которые имеют авторитет, которые позволяют этой группе вождей влиять на политику партии. Не только формально через голосование, но и определять итоги голосования. То есть если они действительно влиятельные, то они до голосования, их выступление значит серьёзно. Почему? Потому что люди длительной борьбой и длительным отстаиванием интересов своего класса доказывают своё право, что они действительно стоят на позициях этого класса, и тогда они уже как борцы за дело данного класса являются соответствующими политическими деятелями. Ну вот, скажем, кто в Англии был политическим деятелем во Вторую мировую войну? Черчильда. Можно его назвать? Можно. Можно. То есть он очень авторитетный был политический деятель. Рузвельт в Соединённых Шатах Америки тоже, безусловно. Ну вот, ну а могут быть люди, так сказать, которые избраны, потом переизбраны и политическими деятелями в общем не являются. Но участвуют в политике. То есть это отдельный вопрос большой. И это, так сказать, так устроен мир, так можно сказать, политический, что при всей этой самой демократии, при всем этом голосовании есть люди, которые располагают определённым авторитетом. Например, обвинялись Сталина в том, что некоторые Зиновьев и Каменев, что вот он узуркирует, дескать, решение, что решения проходят вот такие, какие Сталин предлагает. А Сталин отвечал Каменеву Зиновьеву, а вы бы здесь оставались, не уезжали бы на юг летом, а оставались бы здесь на хозяйстве. И готовили бы всё, и приготовили. Потом ведёт политбюро Каменев, но проходят мои формулировки. Ну вы сделаете так, чтобы ваши проходили, и голосование ведёт. А вот вашей и Каменев и Зиновьев формулировки не проходят. Кто виноват? Каменев и Зиновьев. Пожалуйста, предлагайте хорошие формулировки, а политбюро решает. То есть, влияние, конечно, политических деятелей зависит от их знаний, от их решительности, твёрдости, последовательности. А если вы сегодня в одну сторону, завтра в другую, послезавтра в третью, вы никогда не получите ни авторитета, ни веса политического. Почему? Потому что это дело зарабатывается исторически. Исторически. То есть, а для того, чтобы человек не метался, он должен иметь глубину изучения. Вот мы зачем пытаемся в глубину проникнуть вот тех вопросов, которые мы обсуждаем. И даже тут немножко так пикируемся, спорим, тут даже недовольные есть, но не сильно недовольные как слегка. Почему? По той простой причине, что мы хотим разобраться в этом вопросе. Потому что, скажем, ну вот, если взять с формальной стороны, есть студенты, они ошибаются. Это нормально для студента, что он ошибается? Нормальный студент. Он и хочет разобраться. Он же студент. Этим всё сказано. А есть преподаватель, который, значит, если он обращает внимание студента на недостатки, это тоже нормально. Почему? Потому что задача преподавателя освободить студента тех недостатков, которые от него есть. И студент тоже должен к этому относиться положительно, потому что, если меня освобождает от недостатков, это ради плохо. Это хорошо. Тем более, что освободиться иногда самому трудно, особенно на этапе ещё студенческом. Потому что, когда нет широты охвата литературы, нет углубин освоения источников и так далее. Тем более, можно пойти по линии просто изучения разных книг. Нам уже творческую лабораторию раскрыли свою некоторую. Мы читаем учебники. Зачем нам читать гениальных людей? Не читаешь этих гениальных, сам будешь гениальным. А зачем мне быть гениальным? Так мне спокойнее. И некоторые честно признаются, буду читать учебники. Так, тихо, спокойнее. Кто-нибудь из авторов учебники каким-нибудь политическим учёным большим является? Назовите мне какой-нибудь автор учебника, который является большим учёным. Кроме учебника по русскому языку Владимира дали. Потому что для него это наука и словарь это одно и то же. А? Фамилия? Гегель. Кого? Гегель. Гегель? Лекция по историке лософии. Какой-то вы учебник? Что вы имеете в виду? Какой учебник? Никакого учебника нет. Но там же есть лекция по истории. Нет, понятно. Так это лекция. Лекция по истории и философии. А по диалекции есть учебник? Лекция по философии истории. Ну, это по философии истории. Это по философии истории. Есть по истории и философии. А учебник он написал по диалекции? Нет. Нет. Так, а Маркс написал учебник по политэкономии? Нет. Слабаки. А Энгельс написал учебник тоже ничего не написал а спиркин написал по философии спиркин руденберг написал учебник история россии это не учебник эта книга почему это где-то на взяли что это учебника это его можно использовать для обучения но это не учебник как написано учебник не видел чего вы взялися я это че ученый написал книгу а вот выдавал человек даже вот я спрошу какой учебник фамилия автора учебник еще он и не вспомнит а зачем его вспоминать на тему тема чего обучение чего а что режима очень крупный ученый ковалев очень крупный и чем еще его вклад в историю рима в историю рима переделал не очень понятно ну вот если человек берет по истории рима это человек удален на таком удаленном историческом отрезке это рассматривать что это вроде бы как для нынешних дел уже какого-то серьезного значения имеет имеет значение но непосредственно политическое а вот скажем а вот я могу вам сказать есть хороший учебник по истории для 11 класса под редакцией филиппова очень вам рекомендую но это не сказать что это вот какой-то гениальный там историк я имею ввиду крупных ученых крупные ученые учебник не написали а написавший учебник как правило крупным ученым и не является это две разные стороны то есть есть существует потребность у студенчества вырзацах так сказать но вместо масла есть маргарин состав маргарина знаете какой две молекулы воды и одна молекула растительного жира образует с помощью эмульгатора одну большую молекулу и получается из жидкого растительного жира получается твердая фракция это дают место масла это великое достижение которое позволило понизить заработную плату рабочим в германии это формула маргарина так и учебники ну как бы вот человеку он ему нужно прочитать три тома капитала чтобы понять чтобы стать марксистом а он возьмет и прочитает один тому чем какой-нибудь учебник одну книжку и все и что они это потрачены в пустое время потрачены в пустое время вы наверное я думаю уже представляете что каждые десять лет проходит ревизия во всех библиотеках и все выбрасывают остаются маркс ангельс ленин сталин гегель и так далее а это все и новые книжки нового года снова сюда заводится а потом через десять лет все это будет выброшено а это выбрасывает отдельные люди уже такие за оборудовавшиеся элементы которые может быть какие-то партийные посты занимали и раньше они для украшения держали ленина у себя в шкафах теряне для украшения держит книжки написано них капитала когда откроешь обложку там бутылка коньяка такие крики продают такие вот не видели там очень удобные толстые такие так открываешь а там пусто можете класть туда и водку тоже пойдет вы такой учебник читали но смысл ты в этом то есть что такое есть такое понятие духовная сивуха я не понимаю таких людей людей и у них гениальная книга написал ее гений я этого гене это от вас в сторону и читай какой-то билибердур что такое за что это такое но что ничего не понимаете чтобы понять что нужно чтобы понять гениев что нужно считать гениев или придурков так и в религии они в религии тоже в церкви они рекомендуют читать библию вот я перед библию прочитал поэтому я свободно себя чувствую в разговорах с церковниками но как если если ничего не читал человек первоисточник библии чего можно сказать за что адама и его выгнали за какую политику выгнали адама и еву из рая бог за что вот за то что они это плохо что ли что если вот он узнает что добро что зло это хорошо а значит у него замысел какой был у бога чтобы он не узнал никогда что добро что зло кто у нас не знает что добро что зло животные все бараны кошки собаки домашние животные вы что хотите с ними сделать они не знают что добро что зло правильно то есть а вы хотели быть как мы как боги из этого видно что там перед этим было не один бога многобожие было мы как мы как боги мы боги он же один а говорит мы как боги и какое наказание никак нет и дети чтобы хотели садили и дети детей это что ж такое за страшное наказание фашисты такого не придумали чтобы и ваши дети дети ваших детей и дети и тех детей иди сюда и все будут все наказаны ничего и такое а сталин говорят тиран был что дети за отцов не отвечают а у иисус не спросите неисус яхва да он установил это потом кто такой бог он же пастырь а что такое пастырь пастух а вы кто такие тогда овцы вы овца а вы кто такой баран как он нравится вид я раба божья такой раба или не раба вы как-то определитесь а вы раб божий или нет я я я атеист а ты и шутка не придумали чтобы не быть рабами с атеистами трудно спорить атеист вы тоже атеист или раба божия ну вот короче говоря тут мы это был нас побочный продукт это обсуждение ведь мы же говорим о серьезных вещах а серьезные вещи требуют серьезной науки серьезной литературы их их серьезной литературы очень мало то есть но ее надо поизучать конечно это так и так быстро но ее мало много ли вы найдете литература такой литература которая запить можно всю свою голову угодно если я действительно ничего не поймаю но такой только один раз читали вы 15 раз пробовали читать ну как вот я допустим язык как учит но берут криву читают подряд вот берут и читают и читают и читают но как человек приехал в другую страну как он учится вы разговариваете на русском языке где вы научились там где когда начали разговаривать тогда и научились правильно а пока вы только по книжкам читали мы что же знаем какой иностранный язык пока не будешь в это делать значит если вы будете читать раз прочитали два прочитали три прочитали 4 прочитали пообсуждали но как вы еще то есть есть либо надо вот по нужно в нужной области потратить немало труда чтобы на гору взорваться или вы будете по болотам ходить бесконечно здесь одевайте резиновые сапоги никогда не взлетите ну чтобы научиться летать это тоже вот скажем летчиком чтобы научиться летать надо здорово и много готовиться чтобы упасть не надо не надо учиться воды часто открываем прыгайте у нас не запрещено нас у нас демократия у нас ничего не запрещено когда он хочет поэтому это в известном смысле что это люди сами отказываются от самого высокого богатства это не аргумент чтобы не понимаете а математике вы все понимаете вам рассказать что такое предел математики вы понимаете что бы предел нет понимаете но скажите что такое предел 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 последовательности xn что такое определение давайте чего смеетесь давайте я вам дам число а называется пределом последовательности xn если любого сколь угодно малого числа епсилон найдется такое число n большое что для всех n больше n большого выполняется неравенство xn минус а по абсолютной причине меньше епсилон понятно вам но что но какой но это в предел функции предел последовательности а еще предел функции в точке x0 хоть вам дать предел это аргумент что вы этого не понимаете а вы откройте любой учебник по теоретической физике вы там ничего не поймете это что аргумент против что не надо закрыть теоретическую физику закрыть все синхрофазотроны и перестать осуществлять добычу электроэнергии на атомных реакторах от того что вы не поняли к этим или по учебникам каким-то учиться там но читают разбираются люди а разобраться это не быстро мы вот разбираемся в политике вот мы сегодня посвятили одна у нас была лекция вторая лекция мы разбираемся в том что такое политик и это серьезно мы разбираемся а можно было сказать запишите политика вот я уже прошли на прошлой лекции было сказано класса борьба за завоевание удержание осуществления политической власти а мы вот эту палитру разбираем с вами еще политическую палитру получается что это большое серьезное дело и здесь у нас дискуссии всякие возникли непонимание и мы добрались до современных вещей для до применения а если это такая наука которую применять нельзя вам нужен такой телефон по которому звонить нельзя дешево отдаю адекватные тому чтобы я вас обманул а антикварные да я вам когда у меня сломается я вам отдам свой вы будете его хранить вот когда я этот вот товарища не ведь преподавал тогда у меня впервые я понял что такое фашизм и просто это телефон будет вам напоминать у вас нет сломанного телефона степан степанович вот китай надо переслать но поищет до дома у него много сломанных телефон значит понятное дело что в эту тему класс политикой исчерпать нельзя по той простой причине что классовая борьба не остановилась она продолжается и другое дело что мы вот сейчас с вами рассмотрели передний край этой политической борьбы но это не передний край борьбы рабочего класса передний край борьбы рабочего класса за уст за установление вместо диктатуры буржуазии диктатура пролетариата и это связано с созданием советов советской формы диктатуры. Создание Советов связано с забастовочной борьбой. А забастовочная борьба в современной России очень слабая. Всякие необходимые разрешения имеются. Есть в Конституции право на забастовку. Есть в Трудовом кодексе специальный раздел коллективной переговоры и специальный раздел коллективной трудовой споры, где тоже всё расписано. Поэтому вопрос не в том, что это не даёт или мешает, а в том, что это должен сам класс организовывать и не жаловаться всё время на другой класс. Вот если вы у меня хозяин, а я жалуюсь, что я никак не могу вас победить. Кто виноват? Вот я и виноват. Вот меня сразу вернул на место. Поэтому сказать, что рабочему классу, кто ему будет давать? Освобождение рабочего класса – есть дело рук рабочего класса. И поэтому жаловаться не надо. Дескать, а почему вот наши родители упустили социализм? Ну, давайте их посмертно расстреляем. Ну, что мы с ними делаем? Почему они его упустили? Они виноваты. Но наши родители освободили человечество от фашизма. У них есть заслуги. У нас какие заслуги с вами? Много заслуг у нас? Что-то таких политических заслуг много не получается. Ну, вы построили социализм в Китае? Вы говорите, зато вы. Вы не построили. А мы построили. Мы молодцы. Но мы потеряли. Так вы скажете, что же вы такое строительство у вас? Такие строители тут же построили, тут же потеряли. Только я приехал у вас поучиться. А чем я буду учиться тебе? Вы говорили, учитесь и на наших победах, и на наших поражениях. На поражениях тоже нужно учиться? Не делайте так, как мы, начиная с 22-го съезда. Вот, учитесь. Учитесь, как не надо делать. Вы за этим приехали? Да. Правильно, хорошо. Но сейчас, к сожалению, в программе уже поставлена диктатура народная, демократическая. У вас в первых строках вашего устава написано, что коммунистическая партия Китая – авангард рабочего класса. Читайте внимательно. А если она правящая у вас, то если правящая партия – авангард рабочего класса, то, значит, рабочий класс осуществляет руководящую роль. А вы определение диктатуры Батриата знаете? Определение Ленин давал в Великом Батрии. Знаете, нет? Не знаете. Определение диктатуры Батриата – что руководящая роль рабочего класса. Всё. Читайте, прочитайте «Великий почин». Там написано. Диктатура Батриата – это латинское научное историко-философское выражение. Означает вот что. Что только определённый класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные, рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых во всей борьбе за полное уничтожение классов. И рассказывается, что дальше. Нужно сделать для полного уничтожения классов. То есть руководящая роль рабочего класса в обществе – это содержание диктатуры Батриата. К счастью, в документах 19-го съезда КПК, в уставе, начинается устав с того, что КПК – авангард рабочего класса. Да. Но в том же самом документе там написано, что народная диктатуры Батриата. Ну вот, хорошо. Тогда мы вам пожелаем успеха. Если нам надо подмогнуть, то вы нам скажете. Мы вам поможем. Так. Мы и так вам помогали, ещё поможем. Спасибо за внимание. На этом мы сегодня заканчиваем. Значит, у нас с вами впереди две встречи. Да? 16 мая и 23-го. Так? Так. Поэтому, а сейчас я вас поздравляю с наступающим праздником Международной пролетарской солидарности трудящихся. Да. 1 мая. Или, как сейчас говорят буржуазные деятели, с днём весны и труда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...